МЧС России призвало регионы проверить объекты здравоохранения на предмет пожарной безопасности. Поводом стала трагедия в Воронеже. При пожаре в психоневрологическом интернате там погибли 23 человека. Поручения министерства уже начали исполнять в Ненецком округе. За ходом учений наблюдал наш корреспондент Валентина Чибичек. На втором этаже старого здания Ненецкой окружной больницы началось возгорание. Огонь быстро распространяется по кабинетам и коридорам. Строение деревянное и ветхое. В таких условиях пожарным нужно действовать максимально быстро. Параллельно с тушением огня пожарные осматривают комнаты и кабинеты. В них могут находиться больные или персонал. Это всего лишь учение. Но ответственность ситуации не меньшая. После пожара в психоневрологическом интернате в Воронежской области 13 учреждений здравоохранения округа пройдут проверку на готовность персонала к предотвращению пожаров и эвакуации людей. Готовность к эвакуации больных у нас была. Больные были готовы к эвакуации. На сегодняшний день в инфекционном отделении более 30 человек. Больные и детишки. Сейчас минус 15. Ветер. Поэтому мы с сотрудниками МЧС приняли решение о том, что мы их беспокоить сейчас не будем. Проверки знаний пожарной безопасности проходят у нас регулярно по соответствующему графику. Сами такие тренировочные занятия проходят обычно два раза в год. Административное здание с инфекционным блоком выбрали не случайно. Оно считается самым сложным с точки зрения пожаротушения. Ветхое строение имеет множество пустот. Они приводят к скрытому распространению огня и обильному дымовыделению. Это создаёт дополнительную опасность для пациентов и персонала. Спасатели первой пожарной спасательной части, прибывшей на объект, учитывали все особенности. Как руководитель учения я сейчас, скажем так, отмечаю, что в принципе действовали все более-менее нормально. Единственное, понятное дело, шероховатости всякие есть. Мы сейчас это дело всё обсудим. Значит, разбор будет проводиться как с личным составом пожарной охраны, так и с персоналом окружной больницы. Вслед за Нинецкой окружной больницей учения с привлечением пожарно-спасательной службы пройдут в Доме ребёнка, Пустозерском доме-интернате, комплексном центре социального обслуживания. В сельских населённых пунктах к учениям привлекут посты пожарной охраны.